Каскадеры, каскадеры, больше рад у нас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, был случай прекрасного в гостях. Итак, существует несколько правил, которые надо стараться соблюдать, независимо от того, какие цели будут исследовать. То есть, первое правило, любое действие, которое происходит там, при резинке, надо заканчивать своим шагом назад. То есть, я ли это ударю, пусть я вот ударю, я должен заканчивать шагом назад. Мой противник ударил, я должен закончить шагом назад. Независимо от того, попал я, не попал, неважно, я должен закончить шагом назад. Мой противник ударил, попал, не попал, я должен разрабатывать дистанцию. Если этого не происходит, то все просто. Удар, я не отхожу, дополнительные движения с подшагом, с наклоном не поражают корпус. Если бью я и не отхожу, то то же самое. Подберяется у меня куда-то что-то уходит и не наносит удар. То есть, это надо запомнить. Зачастую мы не хотим уходить назад, только потому что, вроде бы, вот-вот противник близко. Опять же, возникает очень острое желание к нему попасть, реализовать свой нож. Но с этим нужно бороться. Ну, вы сейчас все начнете спринговать в том или ином виде. Вот, последите за собой. Вам всем захочется ударить. Неживым остаться вам ударить. Это очень, ну, распространенная ошибка возникает у всех. Даже у опыта. Даже у опыта. Тем, что наносит по нему удар. Ничего, что мы не даем к себе попасть. А тем, что мы наносим удар. Мы начинаем лезть в его зону поражения. Чтобы по нему попасть, мы, соответственно, вот этими зонами поражениями сталкиваемся. Он по мне дотягивается, я для него дотягиваюсь. Ну, он пусть не знает, как оптимально работать спинком. Он же все, ну, как и действительно производится. Он пытается достать. Естественно, вот это вот столкновение происходит. Поэтому у вас, ну, вам заранее говорю, постарайтесь вот этот момент для себя запомнить. Да? Любое движение, которое происходит в рамках фехтовального поединка, закачиваться шагом назад. Не хотите. Вам может казаться, что он не нужен. Делайте его назад. Потому что, если он в данном случае действительно не нужен, а его нет, ну, пускай. Интересный момент. А потом он нужен, а вы его не делаете, ну, только потому что ноги не готовы, сознание не готовы его сделать, ну, вы просто не успеете сделать. Потому что когда вам понадобится, вы просто сделать не успеете. Поэтому шаг назад необходимо довести до состояния рефлекса. Не обдумывая. Вот это движение обдумывать не надо. То есть оно не нужно в данном случае думать. Да? Делайте, независимо того, что произошло у нас в рамках удара моего или противника. В идеале, когда мы работаем, и я, и Александр при, там, каком-либо движении, мы должны сделать слово на среду дистанции. Это в идеале. Дальше. Следующее правило. Если моей целью является рука противника, то бить по руке я могу только в том случае, если я дотягиваюсь до этой цели только за счет руки. Только рука. Ни шаг мне не должен помогать. Ни накрон, ничего. Только рука. Если дотягиваюсь, бью. И опять шаг подразумевает. Если не дотягиваюсь, не бью. То есть да, вот если так я сделаю, я дотянусь. Но как можно, да. Видели, если я дотянусь, то мне идет удар в голову. Причем в моем возрасте 100%. Тянуться нельзя. Даже если я захочу потянуться, и потом потянуться, я не успею. Поэтому сначала мы проверяем дистанцию, дотягиваюсь, значит, бью. Не дотягиваюсь, значит, не бью. Удар в корпус, в ноги и в голову происходит со следующей дистанцией. Если я сокращаю дистанцию между нами в половину свою шагу, в половину, не тягивая руку вперед, натягиваюсь до корпуса противника, значит, вот эта дистанция является дистанцией. Дистанция не могла дать. Вот, с горой, или в голову. Если сокращать в половину, дотягиваюсь, не бью. Да, казалось бы, чуть-чуть потянуться, но именно из тех, которые я уже обозначил, это делать нельзя, потому что это чревато ранением в ванн. Надо понять, это очень простая вещь, что тому, кто обороняется, ему легче, чем тот, кто так будет. Если оборонительные рефлексы у вас уже существуют, то вы времени на то, чтобы обдумать ситуацию, как правило, не будете тратить. У вас будут работать рефлексы. Тот же шаг назад вам создать какую-то фору по времени. Тот, кто атакует, он начинает свое действие, уже не последствия, когда, например, ударит. Дело в том, что пока рука противника бьет, у меня уже начинает сознание работать. Он бьет, а я уже ухожу. То есть я не трачу время на то, чтобы понять, попадает он мне или не попадает. Любое действие противника я соглашаю шаг из носа. Тот, кто атакует, в данном случае, если только он чуть-чуть ошибся в своей атаке, неправильно вызвал дистанцию, не хватает скорости, может быть, баналь, пусть не хватает скорости, начинает очень сильно вмешаться вот эта инерционная составляющая. То есть он сильно пошагивает, сильно наклоняется, и все, и он попадает тут же в контратаку. Тут же. То есть делается вывод следующее. Тот, кто атакует, он должен атаковать только тогда, когда для себя все рассчитал. То есть это должен идти из-за расчета. То есть я буду бить только если я принимаю. Мне достаточно просто быть на трубку и я попадаю в руки. Все. Буду бить. Нельзя, чуть-чуть не хватает. И поэтому все, опускаемся, решет опускаем, и начинаем наклоняться. Нет. Так, хватает. Ага. Раз. Ушел. Только после того, как я все рассчитал. Если этого расчета нет, то, как правило, я могу впадать именно в ту ситуацию, когда мы начинаем просто реализовывать нож. Просто тыкать свой противник независимо от того, что ты стоит вокруг. Независимо от того, насколько силен или опытен противник. Мы просто начинаем его реализовывать. Вот от этого я вас стараюсь сразу предупредить, что этого делать нельзя. Прежде чем ударить, уходить вы можете не задумываться. То есть в кафе, например, достал нож, да, разорвите дистанцию. Нужно сразу есть, и этот нож там блокируется. Войдя в клинч, неизвестно, что там получится. Скорее всего, у вас как-то ткнут. Бывает, ну, есть опытные, да, которые так, оп, схватили, сразу заломали. Бывает. Но это все зависит от вашего противника. Я бы, скорее всего, отошел назад, оценил бы ситуацию, а уже потом бы, да, может быть, с дуку взял, может быть, с соседнего стола бутылку, еще чего-нибудь. То есть, зная опасность ножа, я бы уже не лез. Сначала разреза станции, потом происходит все остальное, обдуманная ситуация, как же справляться с ней. то есть, если по мне ударили, я отойду. Да, пусть у меня тоже в руке нож, я отойду, я посмотрю, ага, что делать противник? Вот прежде, чем меня так отреть, я могу противник изучить. Просто так, как ему не полезно. Только просто потому, что он вроде бы близко, вроде бы цели все, его рука, нога, корпус, два близко, я просто так не полезу. Потому что, если он вдруг даже от страха дернет рукой вперед, когда я полезу к нему, это закончится тем, что я тоже получу колотер-анель. Это полка. То есть, ситуация обоюдного удара, она плохая. Хорошая только такая ситуация, когда мы выигрываем с сухим счетом. То есть, получить по руке, это равнозначно, потому что мы получили по голове. Потому что я, опять же, если, когда происходит такая ситуация, я опять же, пойду в руку, или в ногу, и отойду. Я буду ждать. То есть, я не буду уже за ним бегать. Он уже истекает. Он уже больный. Он уже плохо. Заняться собой, то есть, себя перевязать, я ему не дам. Ну, я рядом. Как только он за чем-то полезет, я уже готов добавиться, если надо еще. То есть, здесь, ну, очень важно. Я ударил, я отойду. Ударил, я отойду. Лезть сразу к нему, нельзя. Если они попадают, я раз отошел, я его изучаю. Я посмотрел, отходит ли он назад, а с какой дистанции он бьет, как ноги стоят, где левая рука, где правая, какова у него скорость, какова реакция. Вот эту информацию ее нужно накопнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok